Закажите бесплатную кредитную карту Альфа-банка с целым годом без процентов и получайте супер кэшбэк рублями каждый месяц. А еще бесплатно снимайте наличные в любых банкоматах. Не просто выгодно, а Альфа выгодно. Привет, я Лёня Пашковский, и я собираюсь проехать Китай с востока на запад на самом дешевом, самом простом китайском поезде. В общем, вагоня. Потому что я считаю, поездка на поезде это отличный способ узнать страну и все ее разнообразие. Познакомиться с людьми из разных социальных слоев, узнать, чем они живут, посмотреть, как они себя ведут, посмотреть на то, как меняется страна, пока ты движешься по ней. Мне кажется, поезд это такая маленькая модель. Это Китай поменяет Сюрия. На каком они вообще языке разговаривают, я не могу понять. Тут тоже водку с вином пьет. 63 градуса. Он думает, что мы что-то ему впариваем. Как-то стоит отмирал. Пеллюса и Сталин. У них подводочку включился быстро. Можно задрать майку и быстро охладиться. В общем, все как у нас. Все с душой. Стал обжираться и переедать. Как и везде в Китае, меры безопасности очень серьезные. На входе на вокзал проверяют документы, билеты, все сверяют. Нельзя с ножами поезд проходить. С ножами вообще в Китае никуда нельзя, потому что из-за того, что оружия в стране вообще нет. Все преступления такие с причинением телесного вреда, они совершаются с помощью ножей. Ну что, вокзал огромный. Надо попытаться найти свою платформу. Все в иероглифах, и это очень непросто. Вообще, на самом деле, ощущение от вокзала абсолютно как от аэропорта. Все с багазом большущим, таким же, как в аэропортах. Так, ну, судя по номеру поезда и каким-то цифрам арабским среди всех этих знаков, мне сюда еще турничет сканирует твое лицо, не только ID, и сравнивает, совпадает ли лицо в базе данных с тем, которое захочет. Все супер подконтрольно и супертехнологично. Все прошли практически на посадку, а переводчика моего нет. На перроне меня должен был встретить человек, который будет моим переводчиком. Китайцы постоянно думали, что он свой, хотя Шоулбан тувинец, учил китайский в универе, живет здесь уже 13 лет и занимается тем, что помогает вести бизнес с китайцами, производить и привозить отсюда какие угодно товары. А я взамен пообещал отбить у него охоту стать блогером. Да, еще один блогер. Здорово. Так, а что мне делать, у меня же не дойти? Надо погадать сюда? Прямо. Все как в аэропорту. А, ты вечно ходишь как иностранец? Конечно. Паспорт. Да и нет, не дают ни АйДи, ни Гринкап. Ну там. В НЖ никакого не дают? Только каким-то суперумным там людям, которые ставят какие-то заслуги перед Китаем боятся. Короче. Но ты живешь сколько лет? 10. 13. 13 лет. Защита национальных интересов. Удивляет меня, что все курят на платформе. Это, наверное, одна из немногих. Здесь курить вообще можно везде, да, в Китае? Да, теоретически. Во-первых, в этих поездах можно курить в танкере. О, да. До сих пор. Поэтому, ну как бы, это нормально. А пить можно? В смысле, алкоголь? Да. С алкоголем в Китае вообще проблем нет. То есть можно покупать, когда хочешь пить, когда хочешь шпать на улице. И где хочешь. И где хочешь. Поездка будет веселая. Я уже совершал такое путешествие только по Индии. Можно сравнить, что здесь, в отличие от Индии, никакого хаоса. Здесь абсолютно полный порядок, полная противоположность. Ехать мы будем из Шанхая в Ченду. Шанхай – это город на восточном побережье, город-порт. А Ченду – это практически граница. Если посмотреть на ночной снимок Китая из космоса, то можно увидеть, как проходит граница, по которой, справа от которой, на восток, Китай весь полон жизни, а на запад от нее он абсолютно пуст. И в этой поездке, на которую мы потратим где-то 36 часов, мы попытаемся понять, какой же он – Китай. Отправляемся! Идем искать свой вагон народный. Третий этаж. У них нет билетов, они вот без места, можно прям купить билет без места. Ну, короче, без места стоит, в общем, не дешевле, чем с местом. Да, да, да. Обидно. Точно дают. А на сколько вот эти поезда быстрее дороже, чем вот эти ускоревшие? У нас 471 юань стоит. Здесь 721 юань – это второй класс. Ехать 15 часов против наших 30-ти. 6-ти? В общем, это просто прикол. Мы просто не успели даже до своего вагона дойти, а здесь уже такое начало. Здесь просто все накрывают столы. Мужики уже сидят, водку глушат, в одиночку причем. Мне этот плацкарт нравится, это душевно. Мне кажется, это как в золотые времена советских плацкартов. Ох, вижу, куриные лапки повезли. Очень готовы roast. Здравствуйте! Тут тоже водку сьмем пьёв. Пойдем знакомиться? Как бы, что время терять? Утрейка целых. Здравствуйте! 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 Спроси, куда едут вообще? Утрейка кула. К Syria? Наши рюка кула. Вот такое у меня произношение. Говорит Беларусь, получается, Пакистан. Все хорошо, Россия хорошо, Беларусь хорошо. Что делали в Шанфае? А что, на пенсии, получается, пенсионеры могут много путешествовать, позволить? Больше тысячи долларов, да? Да, тысяча триста долларов. Это очень много. А кем они работали, если у них такая пенсия? Аппаратчики, короче, государственные работники. А, в госаппарате работали? Они еще военными были. Были военными. Я вообще в боевых действиях участвовал, в Юннане. В Юннане? А что там происходило? Против американцев? В Юннане. В Юннане. В 79-м году. Ага. 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 Что за значок у него? Это... 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 Малиньки. 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 Спроси. А си у них, пожалуйста, чем они вообще еще на пенсии занимаются? Как... Как это у них по... Они проходят. Что сделают? Чуть-чуть. А? Не... Не много. Чуть-чуть. Не знаю. Ага. Какая-то... Картофельная водка. У них ползается. А за границей они путешествуют? Или путешествуют к нему? Вау. 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 Это все на пенсии или еще раньше? Да. Все на пенсии. Все на пенсии. Фантастика. В Китае есть много особенностей, но есть одна особенно неудобная. В этой стране ваши девайсы, что смартфон, что компьютер легко могут превратиться в бесполезные. Потому что в Китае интернет свой отдельный и многие, я бы сказал, большинство западных сервисов и сайтов не работают. Не попереписываешься в Телеграме, не посмотришь видосы на Ютубе, да даже на госуслуги не зайдешь. Об этом, конечно, надо позаботиться заранее. И меня, например, очень спасал Paper VPN. Это сервис, созданный командой независимого медиабумага, и с ним открывается все и везде. Не только в Китае, в других странах тоже есть много заблокированных сервисов, сайтов. В общем, Paper VPN с этой проблемой будет справляться. А если что-то все-таки не открывается, то всегда можно написать в службу поддержки сервиса, и они очень быстро этот вопрос решат. У Paper VPN есть несколько сильных сторон. Он, во-первых, быстрый, не тормозит, даже если смотреть видео. Во-вторых, надежный, он не отрубается, когда захочет, в отличие от бесплатных VPN сервисов. И что самое приятное, его можно шерить с друзьями. То есть одна подписка на сервис работает на неограниченном количестве устройств. Так что подключайтесь к Paper VPN и летайте по интернету свободно. А по промокоду Пашковский у вас будет скидка 10% на все. Ссылка в описании. Это копыта? Да, баранье. Можно попробовать? Нет, бери. Баранья нога. Ты прям копыта сам ешь, да? Прям вот их надо откусывать. Ну, я не знаю, как они откусывают. Реально вкусно, сладкая такая. Ну, крепкая, градусов 40. 53 градуса. Они взяли с собой 2,5 литра водки в день. Еще красного дина. Вау. Да, ребят, чтобы вы понимали, 12 дня всего лишь. Мы только сейчас едем. Спасибо. Вот еще... Да, 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 да. Очень сильно. Ей тоже за 70. Не плохо. Я 67. Очень хорошо выглядит. Очень хорошо. Спасибо. Спасибо. Очень хорошо. У них подводочку включился русский? Да. А у меня подводочку включился китайский? Ну, в общем, все как у нас. Все с душой. Очень хорошо. Ребята, мне уже хорошо. Я переживаю за исход этих суток. А сколько им лет? Вежливо спрашивать? 75. 75. 75. 75. 76. 76. 70. 74. Пример китайские пенсионеры. 24. 75. ất Я учился студент ночью, и некоторые забивали места от лодки. Получается, что поезд как автобус, на самом деле. Только не очень удобно ехать 2000 километров. Вечером приезжаю в город Уси, он тебя приглашает. Приезжаю в Шанхай, он тоже приглашает тебя покушать. Говорит, три языка самых сложных, китайских. Третий язык это славянский, я не знаю почему выделяют русский, славянский и китайский. Он говорит, два этих языка разные, славянский и русский это разные языки. На диалекте каком-то он говорит? Да, конечно, если я говорю на диалекте, ты не поймешь. Значит умеешь. Возмутился, как это я могу не говорить на своем диалекте. Это про диалекте, да, что ты мне хотел пояснить, что в Китае сколько, 55 народный стиль, да? Ну это официально, на самом деле, я понял. Допустим, я в Китае есть, но мы не считаемся национальными жестками. Мы почему-то входим как будто казак. Из таких сапараж могут знать не китайцев, русские есть, русские китайцы есть. Я видел в Битовсе, что реально русские китайцы, они выглядят абсолютно как русские. Но говорят и ведут себя как китайцы. Некоторые говорят по-русски, но он так из-за акценты. Мы все крышуны. Имя? Маруся. Никто, кто пытается нам продать, мы никак не берем. Мамидоры и черри в Китае считают фруктом. А фруктом? Пиво. Пиво даже продают, боже, это рай. Я еще от водки не отошел. А, я знаю почему. Что? Удача. Почему? Потому что здесь очень много, ну, в бедных слоях населения ездит. У кого там, ну, старики мало пользуются вот этими мечатами, алипейами. У них часто есть наличные. Есть магазины, где ты не можешь просто расплатиться. Наличными? Да, теоретически как бы можешь, у них с дачи тебе не будет. Ну, очень много иностранцев об этом говорили вот в эту кантонскую выставку. Многие, многие вот эти кафешки маленькие, ресторанщики, магазинчики. Они принимают, ну, вернее, они принимают, но они просто с дачи не могут. Ну, здесь есть регионы, действительно. Ну, это, я не знаю, там, живущие еще в 19-м веке, да? А есть, вон, Шанхай, откуда он приехал. Ну, это город будущего. Так, это называется Хафан. это еда в коробочках типа всегда есть рис и к нему как сколько там блюд ну здесь даже мясным не считается этот ну вот это мясное считаться это я даже не знаю что такое это тыква это редька маринованная это рис похоже на желе или жир я щек хочу попробовать что это ростки чеснока чистая да зацени ну и так и время вашего любимого туалетного обзора туалет нехитрый инструкция уминтаза классическая деревянска но здесь так воняет я очень редко жалуюсь на то что что-то воняет но здесь вонь настоящая не китайская подтягивая но у нас и каждом вагоне лежит газета которую можно почитать как лежит прикреплена к стене практически почти стен газета очень хочется почитать но я попрошу тебя перевести мне заголовки я иероглиф уже все забыл китайском языке видишь ты можешь произвести что-то но если ты не знаешь этот иероглиф как пишется а его не сможешь не прочесть не опознать много слов которых я знаю как произвести да как она на письме я не знаю я не профессиональный переводчик я вообще бизнесмен вот допустим я последний последний два иероглифа не знаю мне по отдельности знаю а что они вместе значит не знаю здесь жемчужного стока соединилась с родиной появился пояс который соединяет пекин и голубой но я правильно понимаю что получается в китайском очень много амонимов то есть слов которые одинаково звучат и ты их различить на письме может только если иероглиф знаешь да это ну если с нашей точки зрения то там просто огромное количество все одинаково звучит тут словно ну как бы примерно ну про качество очень интересный звук хуй да взять или хуй у него есть много значения это мы просто слышим пуй 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 вон сколько слов вот каждая синяя синий каждый иероглиф это вот определенное определенное слово которое значит совершенно разные вещи общество вращаться зала махать разрушаться стекаться рисовать доброта раскаиваться избегать это вообще разные сейчас и как произнесешь каким-то нам произнесешь нам двумяются это со всеми звуками и с каждым словом с каждым слотом надо понимать контекст и тон как правильно произнесешь как тебя и поймут я очень самостоятельный человек я люблю справляться сам без чужой помощи но я бы назвал то скорее недостатком они преимуществом потому что ну не все я умею делать хорошо и слава богу мне хватило ума на вот этих съемках в китае везде брать с собой переводчиков иначе я бы просто ничего не снял китай эта страна где другой не только язык там как будто бы все состоит из других молекул и работает по другим законам физики и вот если вы едете в китай неважно зачем отдыхать или делать дела обязательно обязательно возьмите с собой сопровождающего переводчика вот поверьте ваш опыт будет в десять раз лучше причем это должен быть человек который понимает и знает и оба языка и обе ментальности и славянскую и китайскую это непростая задача но найти таких можно в бюро гидов переводчиков панда все их переводчики это китайцы получившие образование в россии с опытом работы минимум десять лет и они не просто переводят в бюро вам подберут переводчика специально под ваши задачи они все живут в разных городах имеют опыт в туризме истории китая деловых переговорах закупках и множестве сфер от сельского хозяйства до медицины и компьютерных технологий и каждый из них провел сотни туров и бизнес визитов если вы турист вам помогут составить оптимальный и необычный маршрут проведут увлекательную экскурсию организуют трансфер размещения проведут шопинг-тур если вы приехали с бизнес-целями то вас будут сопровождать на переговорах помогут их организовать помогут контролировать все этапы сделки и производства прозрачность отчетности и цен а также будут помогать в торге с поставщиком и разрешение спорных ситуаций также вам помогут организовать трансфер в зависимости от потребностей помогут арендовать авто или автобус водителям или купить подходящий билет на поезд причем бизнес-клиенты могут оплачивать услуги бюро через юридическое лицо по договору закрывающими документами в рублях без конвертации в общем зачем бы вы не приехали в китае в бюро панда вам помогут взять от поездки максимум поэтому переходите по ссылке в описании оставляйте заявку и вам подберут самого подходящего и самого профессионального переводчика быстро вечеринка закончилась конечно все поели и спят просто весь поезд спит чувство мне такое что они сейчас все поспят часика 2 еда переварится они снова начнут жрать это все белье оно не меняется но сейчас я не знаю как те времена когда я путешествовал на таких поездах белье не меняется то есть если вот мы из шанхая выехали в нанкине вышли то после нас оно не меняется следующий приходит и ложится в то же белье и так на протяжении всего путешествия она ни разу не будет нет вообще первое впечатление от поезда он абсолютно такой советский советский дизайн так ну кубешка хоть по дизайну как бы самого вагона по конструкции советская абсолютно но отделка так сказать более нарядное все посмотрите как китайцы любят золото цветочки стоят термос с водичкой и все очень элитно насколько это может быть элитно старом купе да надо конечно сделать важную пометку что далеко не все поезда в китае такие советского типа но большинство наверное все таки уже современные вот эти пули скоростные на вебиняк которые ездят такие маршруты куда я не знаю не могут положить высокоскоростные или еще что-то какие-то супер дремучий деревню такие еще поезда ездят нам удалось запечатлеть уходящие технологии средневековья китайского еще пройдет 5-6 лет мне кажется это ты ходов и делал чапок не любит я не понимаю что ты хочешь ну короче мне мне почему я хотел подробнее расспросить что мне вот ребята экспорты которые работали с какими-то местными там компаниями по бизнесу и так далее рассказывали что ты всегда приходишь на встречу какую-то деловую обязательно там типа друг другу дарить и приносят блок сигарет например какому-то высшестоящему человеку ты приходишь приносишь блок сигарет даришь это типа знак уважения а он достает сигареты из пачки и бросает в каждого присутствующего ну типа всем раздает но чтобы не там каждому не давать руку он просто бросается во всех сигаретами и типа носит первый раз когда это видишь такой думает или что происходит почему меня сигаретами бросают ну короче такой такой этикет проявление внимание правильным зимой они не ты не обязан не обязан да если хорошие сигареты возьмешь и подалишь на господом круто так вот то что еще то что бросает это просто потому что он далеко да поэтому и это не во всех местах и но высшего север из вышушки доцова как уходит пиздюли на остальные а мне пол такой что весь сигарету так дают одна твою сторону торчит от нам мою и не обязательно подает не одну сигарет когда хотел дать одну достают я почему-то а я подаю как ты горочи должен забрать вот эту ближнюю камни да просто еще смешно что вчера я вот пытался это все мне подарили сигарету я потом ее пытался передарить кому-нибудь но никто мне не брал из-за уха объяснить почему то есть она бэушная то есть уже никого не нужно в общем не курить в китае как будто бы создает себе социальные сложности то есть курить для меня удобнее сложности не социально удобнее на проценте когда стал бы камень если особо это ведет бизнес а ты это будешь свой человек закажите бесплатную кредитную карту альфа банка с целым годом без процентов и получаете супер кэшбэк рублями каждый месяц а еще бесплатно снимайте наличные в любых банкоматах не просто выгодно альфа выгодно ему вот больше нравится жить в большом городе или хотел бы маленько мне нравится в деревне деревне всегда есть чем заняться каждый сезон один сезон собираешь чай в другой бамбук всегда есть работа вот так не надо только что вы просили чем вы что делаете в шанхае сейчас я на пенсии у меня было много работ охранником в банке до этого на фабрике по производству одежды спроси а вот он вот он работал эти были у него профессии а кем он мечтал стать какая у него была мечта кем стать тогда неважно было чего ты хочешь работал там куда посылали сначала работал по распределению а когда экономика китая стала открытой у меня не было денег чтобы начать свой бизнес но у меня все хорошо так сложилось что у меня есть две квартиры в шанхае поэтому я не жалуюсь богатый человек да нет нет мой отец работал на коммунистическую партию китая поэтому у меня сейчас и есть эти квартиры достались от него тянису кухол бассати он короче массаж пойдет делать а он массажист вагонов 10 прошли а поезд не кончается не кончается он продолжает упорно нас куда-то вести это что это традиционная китайская медицина или это какой-то современный массаж я до 97 года учился традиционному китайскому массажу а теперь у меня в шанхае своя собственная клиника честно говоря немного страшно у него столько силы больно но приятно все доктор попал все теперь хотят самом деле прикольно как меняются пейзажи видны огороды какие-то такие дома деревенские салон напоминает довольно сильно пейзажи те же как которые видишь когда едешь на поезде в наших широт красивые романтичных я левых а сама тебе цена и по чесноком супер идеально вот 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 это я хочу двоих приняла чтобы на место заплатил за обед наличными и она хочет по всему поезда теперь ищет сдачу находит и всех пассажиров спрашивайте дегустация первого нашего поездного обеда начнем с этого железо страны очень цена на самом как холодец по консистенции на бейку не но приятно вкусно со специально да прикол конечно китайской кухне что очень часто ты вообще не понимаешь что ты ешь абсолютно китайская улётка раз и числа да но деды объяснили рисовая шведушка она делается то же самое просто не лапша а вот кусочками и пейзажи красивые деды объяснили вот я о лео куда едешь не чина цинджиан цинджиан работать он зома я домой едет он работает в шанхай тесла он в тесле работать тесле что такое какая профессия тенда он реально в тесле руководит производством производством чего это как бы престижное считается в китае в китае это считает очень хорошо она мидио мидио дала гуляет он каждую неделю возвращается домой один раз в китае это очень круто действительно и положили кидать могут месяцами там целый год могут выехать в какую-нибудь там дальнюю провинцию работать просто вообще здесь ведь у нас под только возвращаться ты живешь отдельно от джимы да он только когда отдыхает и приезжает я что меня больше не очень сильно удивило шанхая я когда первое утро вышел в город я такой поэтому что не так я не мог понять долго что не так с городом а вдруг потому что очень тихо очень тихо а ну смотри все машины электрические любит 90 процентов на правительством даже до скорее скорее навязывание на на бензин увеличивают налоги а в эти зеленые номера они без налогов или там шанхай нельзя въехать на бензиновых номерах как вот изменилась жизнь если на 60 лет как изменилась жизнь в китае по сравнению с тем когда он был молодой году шестидесятых годов китай восьмидесятые годы же открылся по миру и вот эти реформы они улучшили жизнь простого человека будет на очень сильно сейчас условия жизни очень хорошие и это возвращается домой но китайцы такой прикол что все это возвращение домой то что что ты что он возвращается домой что он нет он имеет виду что люди возвращаются домой строят себе крутые классные дома показываю значит традиции китайской моды вот мужик стоит колым животом китайские мужики такие мужики попроще ходят так по улице в том числе когда жарко потому что живот он как бы у него тепло отдача очень высокая и если жарко то можно задрать майку и быстро охладиться так как действует Мы не будем говорить. Мы не будем говорить. Мы не будем говорить. Я не знаю, что это было. На каком языке он разговаривает? Он разговаривает так же, как и этот. На другом языке, которого я не понимаю. Какая вот атмосферка тут? Наверное, все просто на пол как-то садятся, да? Да нет, они так и будут. Стою же не буду, спасибо. Жестко, что все курят еще здесь. Куча народу, дышать нечем, все курят. Не для слабых тела на духах. И поездка. Смартфоны исключают конфликт. Никто друг с другом не разговаривает. Все, в смартфонах нет повода. Не дружить, не ругаться. То есть какая у тебя мечта? Стать богатым? Мотоцикл. Мотоцикл? А что еще? Мотоцикл. 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 Вопрос самый важный и самый простой. Как он собирается спать здесь? Мотоцикл. Те, кто в военную службу прошли, нам похер где спать. Где стоим там и все. Он говорит, мы в снегу спали. В снегу. Я на цыпочках стою. На взmet сständ. Мотоцикл. каждому подсказу санкл mercury. Мотоцикл. Так, вкinder. 真的 не вверхи до сих пор, напугившись как в DMV. Вскzę, можете найти озах problem на Authentica Southern Happy? В туалетах в туалет, тащат какой-то гигантский мешок, тут еду еще, хвастается за меня и моим каналом. У нас есть один, десятки, сотни, тысячи, миллионы, а у них есть десятки тысяч. Если ты хочешь сказать 40 тысяч, ты говоришь просто 40 тысяч. У них надо сказать 40 тысяч. А это 110 тысяч получается? Да, 110 тысяч. Ну так, 110 тысяч подписчиков. Настоящий Китай. Я уже думал, я такого Китая не увижу. Везде все. Братненько. Чистенько. Ха-ха-ха. Вы слышите английский, ребята? Нет? Да, конечно, сложно. Очень жаль, что очень сложно налаживать контакт, потому что по-английски никто не говорит. Я по-китайски не говорил. И в целом люди, ну не то чтобы очень разговорчивые, к сожалению. Пока идем спать. Я думаю, что на сегодня все развлечения и приключения закончились. Я проснулся, а за окнами абсолютная темнота. То есть на часах 7 утра, а тьма абсолютная. А потом внезапно свет. И оказалось, что мы просто едем в тоннеле очень долго. Мы едем просто бесконечно, бегаем очень-очень длинным тоннелем. Вот снова. И поезд как будто бы превратился в поезд метро. Прошла ночь, и мы оказались вообще в другом Китае. За окнами очень много гор, очень много природы. Очень красиво, когда мы выезжаем из тоннеля. И видно, что все стало гораздо беднее. Это такой уже гораздо более бедный Китай. Но гораздо более красивый. Прошелся с утра по поезду. Посмотреть, что происходит. А происходит все то же самое абсолютно. Все проснулись в 5 утра. Поели раза два. Сидят, ждут следующего приема кищи. Хотел я позавтракать. Лапшой быстрого приготовления. Но все ее здесь едят. Думаю, но отличный повод продегустировать. И пошел в вагон-ресторан. Купить. Переводчик мой спит. Ну и говорю по китайскому лапшам. Он мне показывает в меню, как я сообщаю. Я говорю, не, показываю. Пытаюсь объяснить жестами. И дело в том, что у китайцев я заметил такую интересную черту. Они, вот если тебя не понимают, то они не будут пытаться понять, а что же тебе все-таки надо. Не будут пытаться войти в положение. Не будут пытаться помочь. Они просто отворачиваются и продолжают заниматься своими делами. И тебя игнорировать. Как будто тебя просто нет. И это очень странно. Чувствуешь себя просто каким-то идиотом абсолютно. Честно говоря. Очень здесь сложно без языка. Очень. Поэтому вот уже несколько часов прошло. Лапшу я так и не нашел. Завтракаю семечками. А семечки... Семечки у них все сладкие. Так. Важно бы сказать про вот это вот место в вагоне. Что это просто центр притяжения каждого вагона. Все сюда прут первым делом, когда заходят в вагон и потом бесконечное количество раз приходят снова. Набирать ток в термосы. Потому что для китайцев термос... Ну это я не знаю. Это как часть тела. Ну не бывает китайцы без термоса. Они возможно даже чаще всего пьют не чай, а просто кипяток. Кипятка у китайцев. И мне вот ребята, экспаты рассказывали, что они считают, что кипятком лечится все. Что это настолько хорошо для здоровья, что кипятком просто лечится все. И они приходили в больницы там в ужасном каком-то состоянии заболевшие полумертвые. И вместо того, чтобы выписать лекарства, врачи говорили, ну пейте побольше кипятка. И все пройдет. И отправлялись домой. Но это не значит, что плохая медицина китайская. Хорошая. Что бы он проснулся. Организовал мне еду. Все таки. Я проснулся. Я вот китайцев, допустим, вижу именно в деревне. В домах, которые живут по работе, просто езжу, как они там шьют, с чего-то строгают, товары производят. Езжу на инспекции товара. Когда товар готов, я должен съездить проверить. Затем на переговоры, аудиты фабрик. Вообще, основная моя деятельность – это я закупками занимаюсь. Русифицировано все должно быть. Бывает, мы товары производим прямо с нуля. То есть такого товара вообще не существует. И мы там разрабатываем, пресс-формы делаем. Это долгий процесс. Короче, вот если я захочу делать рюкзаки и хочу домой, я могу обратиться к тебе. И все разработает, затянуется. И мне даже в Китай не придется ехать. Полностью рюкзак можем с нуля сделать. Можем какой-то супер крутой образец, не знаю, взять у крупной компании и переделать его под себя. Материалы заменить, все пулеры заменить. Везде логотипы твои нашить, клеить, выдавить, выпукнуть. И все, что угодно. Ну, от 300 до 400 штук уже можно сделать. Обращайтесь, что кому надо. Контакты оставим в описании. Меня зовут Ни Хо. Ага, окей. Ты учитель? Да, учитель. Да, да, да. Что ты учишь? Компьютер. Компьютер. Джаоа. Бэгалосы. Бэгалосы. Хотел бы ты пожить где-нибудь за границей? Вот как многие китайские, молодые китайцы едут учиться в Америку, например. Ты бы хотел где-то пожить за границей? Если да, то где? Ну, с людьми. Нет, 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 нет. Почему? Какие мечты? Планы и мечты? Ну, обычные, просто обычные люди. У них нет планы. Ищут работу для того, чтобы зарабатывать деньги. Вот и все планы, заработать деньги. Да. Так что я буду делать в другом бизнесе. Они вместе. Вместе также программисты. А этот все бросил попытки искать работу в Шанхае. Потому что видишь, что в Шанхае, короче, переизбыток. И никому они не нужны. Лево. Можешь рассказать про эти уроки свои для себя? Эти уроки свои для себя. А, это не правильно. А, это не так. Вот такой вот. Я не знаю. У меня нет. А где? У меня нет, я не держу. А, я живу. Там что-то там? Это в Тибете. В Тибете? А, нет. А, нет. Что случилось? У него лишь. Он... Затем. Солнце. Так, сейчас покажем ему мою татуировку на тибетском. То есть не умеешь по-тибетски читать? Да. То есть тибетец не читает по-тибетски? А почему? Как так получилось, что он не умеет читать? Вообще-то же... Что он не учился в китайском? У него в семье есть кто-то, кто хал монахом. Да, потому что по традиции в тибетских семьях очень часто один из сыновей монахом становится. Вот папа, ты видел же сына. Его дядя. Младший брат его отца. Друзья. Дядя за деньги. Рядом с ним сидел мужик в шляпе, том же тибетец. И всегда оказался его отец. И вот, прикиньте, он сказал, что отец его дней говорит по-китайски только на тибетском. А он, ну, говорит по-тибетски, но писать и читать уже не умеет. Потому что учился вот в китайской школе. То, о чем много говорят, что китайцы делали с тибетом, медленно, но уверенно вот так вот стирают идентичность с помощью образования, с помощью того, что они вывозят в шляпе учиться. В Китай? Здравствуйте. 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 Вы говорите в английском? Да. Немного. Немного. Так. Так, давай. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Какая музыка сейчас популярна? Вот что, какую музыку они слушают? Сейчас мне очень нравится. Рип-хоп? Прикольно. А, можешь поставить что-нибудь? Китайский рэп какой-нибудь? Китайский рэп какой-нибудь. Прикольно, то есть китаец поет по-английски. Американскую музыку вы слушаете или только китайскую? Тайлор. Тайлор Свифт. Тайлор Свифт даже здесь буквально. Это просто фантастический феномен. Тайлор Свифт даже здесь буквально. Это просто фантастический феномен. Тайлор Свифт. Нет, нет. Я просто сказала о русских. А-а-а. Резной грешен. Просто русский? Русских людей? Нет. Они мощные. Блин, это очень вещь, то есть, прям у всех есть какой-то имидж, что русские, это... ТАФ. Да, в Китае очень. это не рука русский у себя славяне у союз меня это немножко запаривай то есть они постоянно повторяются на это типа как man то есть если там в на западе все говорят там русский водка они говорят вот это вот положительно положительный но достает он думаешь что мы что-то ему впариваем на каком они вообще языке разговаривают и не выпаять какое у меня короче впечатление по итогам двух дней этих попыток общения даже когда с ними на одном языке говоришь они все равно как будто говорят на другом плане но я же очень простые вопросы планы у тебя на жизнь какие на китайцы это как будто из разряда какие-то знания кучниками они вот так воспринимают мы совсем по-другому и вот это как как не может быть плана в стране с плановой экономики для них это еще более странно когда иностранец через sky на вход ты хочешь выступить в университете такой хороший но это все таки что-то в менталитете тоже какая-то черта то есть они закрыты и все-таки писаем по себе не окажутся я там не просто у вас тушь поездка и приедешь к вам на байкальский край куда-нибудь деревню и прочном и разговорчивый ребят приехавшие люди не понимают что здесь все по-другому работа и нас считают что должно работать так как они привыкли он чавкать ты если китайцу вот он сидит рядом с тобой чавкать ему появляется что ты чавкать для него это вопрос потому что чавкать на учему тебя рука есть я в ходе-то само собой разумеется типа это абсолютно нас натуральный процесс как бы они даже нет они не думают что натуральный процесс для них это просто все есть в общем я придумал мне кажется очень максимально понятную метафору вот этого всего разности менталитетов это как попытаться вот поженить android и ios то есть примерно но на android и ios есть те же самые приложения можно делать те же самые операции но внутри все вообще абсолютно по-разному устроено и прийти к одному и тому же результату ну можно абсолютно разными способами мне кажется это не потому что сейчас чем дальше с ходом времени все ближе ближе становится но все равно там внутри в начинке раз вот допустим айфона сейчас уже тайп сифа да 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 если те могут уже заряжаться на зарядке но он стрелся еще стоит все произошедшее мне кажется за эти два дня это очень хороший еще раз пример того про что вообще хочу домой мне кажется это мне напомнило про то что нужно принимать что другие страны и другие культуры и другие люди от тебя чем-то отличаются не считать что все должны быть такими как тебе видеться этот мир и в этом залог успеха в налаживании контактов кажется в общем вот так мы философски провели 36 часов в китайском плацкарте пишите что думаете про это как вам вообще китайская культура китайская жизнь китайская любовь к еде не забывайте ставить лайки подписки и колокольчики это чтобы не пропускать новое видео но мы домой пока не забываем. У меня есть я 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 Субтитры подогнал «Симон»